Если тебя спросят, кто твой Господь, какой Рабби Аллах, тогда ответь, мой Господь, Аллах, Аль-Нази Раббани, который воспитал меня, у Рабба Джамиль Алямина, Бени Ами, и воспитал все миры, что своими милостями. Лавзур Рубубия фи Манат Тарбия. Слово господство содержит в себе смысл чего? Воспитание. Тарбия это что? Воспитание. Раббаху Тарбиятан. То есть он воспитывает кого-то так, воспитанием. Раббаху Тарбиятан. А что такое воспитание? Тадридж Аль-Мурабба фи Масаид Аль-Камаль. Это когда Тадридж Аль-Мурабба, то есть когда Всевышний ведет того, кого он воспитывает, фи Масаид Аль-Камаль, потихоньку, потихоньку, как бы по ступеням совершенства, то есть начиная от маленького, переносит его от одного состояния в другое, от одного в другое, выращивает его так, его, как называется, его тело, его разум и так далее, его понимание. И так, что он доходит до чего? До такого относительного совершенства. Кульну Камаль би Хасабихи. И каждое совершенство говорит, что относительно. Так, то есть совершенство не имеет в виду, как у Аллаха совершенство. То есть каждого человека свое совершенство. И здесь можете себе подписать. Тарриф от Тарбия. Что такое Тарбия? Какое определение у слова воспитания? Важно для того, который что будет преподавать у единобожных, чтобы он знал, кто такой Господь? Никакое определение, что у Тарбии. Что такое воспитание? Говорит, записывайте, то есть от Тарбия что такое? إن шагу شيء... حالا بعد حال... إن шагу شيء حالا بعد حال... إن шагу شيء... حالا بعد حال... حتى يسلو... حتى يسلو... إلا حدد تمام... حتى يسلو إلا حدد تمام... То есть воспитание, это что такое? Это говорит... إن شагу شيء حالا بعد حال... То есть создание какой-то вещи и перенос ее с одного состояния на другое состояние... حتى يسلو إلا حدد تمام... до такой степени, пока он не дойдет до состояния как называется... относительного совершенства. Понятно или нет? Это определение, что такое воспитание. То есть Всевышний сначала создает человека из капли, потом превращает его в сгусток крови. whatever Biromagnetic ordered to cancer... ...يحانا أ trimmit или нет لص Thermodi nemia... ...وه binت BEC south... ثم،GSP التوززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز... ...opteально يسلو mínِهَدد parsقز المقلات السمم donde يحتاج müannyarible بسسابقين... ...بتا promotionsهما فقط يحتاجون مقالات بساسخ Parквيصد تسالد منza� Иначе, если у него зубов не будет так, то он не сможет пережевывать, соответственно, не попадет ему тяжелая пища, соответственно, он помрет и так далее. Для того, чтобы этот маленький ребенок, который не способен ни на что не умер, Всевышний делает в сердце родителей, что любовь к этому маленькому ребенку, так или нет? То есть они его жалеют, хотя не получают от него никакой пользы, так или нет? Одни убытки, как говорится. Но, несмотря на это, что они не кидают его так, а воспитывают его, затем он становится больше, начинает понимать. То есть, когда он уже взрослеет, ему приходится быть самостоятельным. А чтобы быть самостоятельным, нужно понимать многие вещи в этой жизни. А если у него не будет достаточного уровня развития, что разума, он не сможет это понимать и так далее. То есть Всевышний переносит его из одного состояния в другое, из одного в другое. Понятно ли, что касается религии, также Всевышний испытывает человека сначала меньшими, как называют, испытаниями, потом большими, большими, большими. То есть, смотря в зависимости от уровня веры человека. Чем больше у человека веры, тем сильнее его Аллах испытывает. Так, пока человек что, не дойдет? Пока он не дойдет до границ совершенства. То есть, станет полноценным, нормальным человеком. Понятно ли, нет? Или то же самое касается растений, то же самое касается животных, рыб, джимнов и так далее. То есть, всех чего? Поэтому Всевышний сказал, хвала Аллаху Господу миров. То есть, которые воспитывают эти миры, перенося их из одних состояний в другие, растит их, выращивает их, смотрит за ними и так далее, беспокоится за них. Неправильно сказать беспокоится, так? То есть, что не оставляет их, в смысле, проявляет к ним, как называется, внимание. Понятно ли мне? Говорит. И это самая великая милость от Аллаха к его творению. Каля Джалли Аля сказал Всевышний Аллах. Скажи по щедрости Аллаха и по его милости, и этому пусть они радуются. Это лучше, чем то, что копят другие. То есть, верующий, если даже он бедный, пусть радуется тому благу, который принес ему Аллах из веры. И не обращает внимания на неверующих, которые, что, возможно, являются богатыми и так далее, живут ради этой жизни. Как Всевышний сказал. Пусть не обращает тебя, как называется, то, что неверующие в своих городах хорошо развиваются. Понял? Да пусть это тебя не обращает. Почему? Потому что... Поэтому самая великая милость, которую дарит Всевышний Аллах людям, это то, что он посылает к ним посланников. Поэтому самый главный вид, которым Всевышний Аллах воспитывает миры, то, что он посылает к ним посланников, которые радуют их, и, что предупреждают их. И там еще, говорит, есть много других видов воспитания. Как, например, то, что Всевышний Аллах растит тела со своих творений. Как выращивает их чувства, укрепляет чувства людей, животных и так далее. Так растит их мысли. Так воспитывает их разум. Все это, что Всевышний Аллах подарил или дал сыновьям Адама. И также, если ты посмотришь на то, что шире, чем это, то есть, если ты посмотришь дальше, глубже, так, на более большие творения Всевышнего, ты понимаешь величие Всевышнего и как он что воспитывает эти миры. Миры – это все, что кроме Всевышнего, то есть, все, что кроме Всевышнего, называется мирами. И ты, говорит, найдешь то, что смыслы господства и воспитания различными милостями, так? То есть, как это сказать? Тодрич – это что? Постепенство. От малого к большому. Дальше, дальше, дальше. Понятно, да? Это Тодрич называется. Фимадари, жилькамаль, по ступеням совершенства бимаю насибуа. Кажется, что по своему образу. То есть, допустим, собака развивается по своему образу, так до совершенства. Человек по своему. То есть, совершенство собаки не такое, как совершенство человека. Так или нет? То есть, совершенство собаки лучше или совершенство человека лучше? Ну, как? Собака чувствует то, что не чувствует человек. Смотря в чем. Смотря в чем, так? То есть поэтому говорит каждый, смотря в чем, то есть каждый по своим степеням. Всевышний Аллах лучше знает, что каждому из этих творений требуется. И говорит, Твой Господь творит то, что захочет, и избирает, что захочет. То есть избирает, кого захочет в своих творений, дает ему больше или дает ему меньше. Если ты посмотришь слова или смысл господства, которые употребляются в Коране, ты найдешь, что смысл господства заключается в чем? В воспитании. Это очень явно, что в Коране. То есть когда Аллах говорит Господь, имеет в виду воспитатель, который воспитывает от малого к большему. Понятно или нет? И также у господства есть другой смысл. И это что? То, что мы говорили раньше, из смыслов господства. То есть убеждение человека в том, что Всевышний Аллах является Творцом. Творцом Лигадал-Халк вахдагу. Всем этим творениям он один. И он один, кто пропитывает их, так? То есть кормит их или что дает им удел. И он один из которых управляет делами. Как Всевышний сказал, что? И так же он является принуждающим своих рабов. Что значит Кахир? То есть заставляет делать своих рабов то, что они не хотят делать. На Всевышний заставляют и побеждают, подавляют их, хотят или нет. То есть человек не хочет умирать, на Всевышний что? Заставляет его умереть, даже если он не хочет. Это называется Кахир. И так же, что другие смыслы Господь спрашивает. Субтитры создавал DimaTorzok